всем привет я пётр семилетов и это обзор мобильного телефона виан в 181 он покупался для бабушки поэтому мой обзор будет короче чем обзор сделанной мной в прошлый раз флая который я оставил себе отмечу что и fly и этот виан построены на основе одной и той же программной платформы я не знаю как она называется но эта платформа одинаково то есть одни и те же менюшки один и тот же интерфейс вот телефонная книга и тут все точно такой же внутри меню ху то есть только другие иконки а так вот то есть все то же самое только чуть другие цвета даже давайте сравнил телефончик а такие это не дисплейчики одинаковые клавиатуры размеры тут тоже мы войдем в меню вот включить вот разница между ними в том что ну кроме разных брендов то разница в железе и в корпусе и исполнении но что можно сказать первых собран хорошо два динамика один разговорный один там звук и прочее и за же вспышка есть камера но снимает так себе камера используется как ой вспышка используется также в качестве фонарика на нижнем торце мы видим разъемы usb и наушников разъем звук в наушниках странный при прослушивании mp3 совершенно отсутствует низкие частоты то есть есть средний есть высокие а нет нижних причем это не проблема звукового чипа потому что при прослушивании тут fm радио низы слышны то есть что-то нахомутали не знаю какой то фильтр стоит на mp3 кодеке не знаю даже в чем дело далее на борту аккумулятор емкостью 800 насколько его хватает я не знаю потому что я этим телефоном не пользуюсь и не буду пользоваться подсветка клавиш такая хорошая клавиши не хлипкие добротно сделано дисплей ну вот такие вот углы обзора мы видим так и сяк то есть все довольно хорошо видно четко так можно смотреть кино вот скажем мы включим джентльмена у даньева давайте иван василич меняет профессию вот работает давайте прокрутим дальше как она идет покажу фильмы разрешением 320 на 240 можно скачать с ру трекера можно включить полноэкранный режим так работает фильмы громкость подобных телефонов управляется при помощи вот этих двух клавиш при этом плеер выходят из полноэкранного режима теперь о том насколько хорошо слышно собеседника микрофоне в этом телефоне ой насколько его вообще хорошо слышно собеседника по умолчанию собеседника слышно плохо а почему потому что такие настройки а как это решить это решается через инженерное меню сейчас я расскажу вам как касса посадил на компе меня тут записано было инженерное меню как входить не вот значит чтобы войти в инженерное меню телефона виан в 181 его какой-то там последующей версии надо нажать решетка сразу буду показывать звездочка потом 83 78 решетка 1 решетка вот о чудо вот мы входим такое инженерное меню в нем мы чтобы увеличить громкость громкость мы идем вспомнил куда наверное аудио сет до аудио сет хэнсет значит хэнсет это наушники а хэнсет это вот этот вот динамичек который по умолчанию звонит тихо в нем мы идем в ресивер воюм вот и тут мы видим и известную по многим инженерным меню табличку уровней громкости и раскиданные степени этой громкости вот какого-то максимально минимального значения и вот по умолчанию тут стоит минус 1 минус 1 всюду а мы мы берем и при помощи джойстика меняем 36 ну а потом мы выходим из этого меню выходим выходим и громко становится нормальной ниже вот можно управлять громкостью mp4 воспроизведения записи bluetooth и громкостью mp3 через лауд спикеры через наушники вот и фон вот тоже как я уже описывал свой флай вот что увы в инженерных меню на этой платформе наблюдается такая фигня что можно менять значение в этих степенях громкости но это значение оно выражено отрицательными числами которые приближаются к нулю децибел чем ниже тем звук тише и нельзя как в прошлых версиях инженерных меню на платформе мтк нельзя непосредственно бить значение громкости там скажем можно было бить там 255 максимальная или 128 точнее 127 и громкость существенно увеличилась а тут мы можем только управлять ступенечками этими не превышая определенного порога жестко вшитого в телефон так про не очень качественная маха говоря воспроизведение mp3 уже рассказывал fm-радио есть пройдемся по меню хотя она всюду стандартная вот смс-ки контакты инструменты календарь будильник bluetooth калькулятор фонарик минусим мировое время нет заметок место заметок можно писать смс-ки сохранять их как как черновики мультимедиа фотокамера альбом видеокамера фотокамеры как снимаю ну да ты посмотрим если у вас нечем снимать то такие снимки вполне относительно пристойное разрешение 640 на 480 по моему надо посмотрим отправить можно сейчас фотокамера опция эффекты есть максимальный размер 640 на 480 коробочку может фотографии сфотографировали простенькая видеокамера которая снимая с разрешением 320 на 240 мне 240 на 320 можно ее уменьшить да вот я еще так видео аудио диктофона давайте традиционная проверяю все диктофоны на собственном исполнение арии мефистофеля Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Мой кумир, телец золотой. Ла-ла-ля-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Сатаната правитбал, правитбал, люди гибнут за металл, за металл. Так, посмотрим, что получится. Так, тут жмём стоп, чтобы оно сохранило. И прослушиваем. ФМ-радио работает только при вставленной гарнитуре или наушниках. Теперь относительно, вот я забыл в обзоре своего флая сказать, что хотя на контакты можно навешивать аватарки абонентов и при этом принимается в принципе любой размер фотографии, но при звонке они выглядят махонькими. Вот даже вот какая-то иконочка, вот такой размер аватарки получается или даже меньше. Я не знаю, чем это вызвано. При смене аккумулятора сбрасывается время и так далее, но это десятое дело. В общем, простейшая звонилка. Можно смотреть фильмы MP4, RGP вернее. Причем, опять же, какие-то настройки кодека ему не нравятся, а какие-то нравятся. То есть, одни фильмы работают, другие не работают. Я не заморачивался пока что с выяснением специфики этого дела, особенностей. В качестве музыкального плеера я этот телефон не советую. А как звонилка, так и смотреть фильмы и отправлять смски. А, давайте еще кое-что в меню. Мы же не зашли в самое интересное. Развлечения. Тут целых два. Это интернет, но я не пробовал отсюда выходить в интернет, какой-то простейший браузер есть, по-моему. А, интернет тут GPL. И змея. Это игра всех времен и народов. Вот. Очень медленная змея. Она начинается медленно, а потом ускоряется. В общем, можете сидеть, шпилить в метро змею. Так. Назад. Раккорды больше не богат. Развлечения. Профили. Основной. Беззвучный. В помещении на улице. Виброзвонка тут нет. Вот. Хотя и в настройках что-то может быть и есть, но виброзвонка тут нет. И так, но... Ещё один плюс этого телефона то, что он дешёвый. С вами был Пётр Симилетов. Обзор мобильного телефона Vian V181. Ла 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 ла. Субтитры сделал DimaTorzok